Ребят, всем добрый день. Кто-то из вас меня уже видел, кто-то меня уже знает, кто-то видит первый раз. Тем не менее, я хочу сказать, что я в компанию «Вилолит» пришла на продукт, и из-за продукта, собственно, из-за того действия, которое он на меня оказал, это было «Экстра». На тот момент это был март-апрель 2017 года, когда я познакомилась с продукцией, я пришла на «Экстра» конкретно. Тогда было всего лишь «Экстра», «Блэнд» и «Сплэш». Других продуктов еще не было создано в компании. И вот то действие, которое оказало на меня «Экстра», я оказалась чувствительным человеком к продукту. Этот эффект на мне заставил меня углубиться в изучение продукта, и я всеми фибрами своего организма почувствовала, что этот продукт нужен людям, и я хочу его изучить и продвигать. Очень часто, когда я в Инстаграме, либо на таких же вот клубах рассказываю про продукт, люди воспринимают меня как врача и спрашивают, в какой я специальности врачебная. Я не врач, я по образованию математик, в специальности у меня инженер-математик, я закончила мотиверский государственный университет, магистратуру, аспирантуру. Эти знания дают мне возможность изучать любую тему, любое направление, и в том числе они помогают изучить наши продукты. Но изучив однажды, это не значит, что вы знаете все об этих продуктах. Постоянная работа с информацией, которая есть в интернете, по составу, по действию, по эффектам, проходят различные научные конференции. Очень много сейчас у нас в компании подключается врачей продвинутых, которые изучают наши продукты, изучают состав действия, и могут уже на врачебном языке что-то объяснить. Но, как правило, человеку рассказать что-то сложным медицинским языком довольно сложно для его восприятия. Поэтому, чем проще вы будете рассказывать и показывать механику действия наших продуктов, тем человеку, новичку, будет проще услышать и проще понять, за счет чего происходят те или иные изменения, те или иные действия наших продуктов. Итак, основная линейка наших продуктов, Тайга-8, делится на два направления. Первое направление – это восстановление на клеточном уровне. Второе направление – это очищение и, опять же, внимание, уцветательный знак на клеточном уровне. Поговорим сначала о линейке, которая направлена на восстановление организма на клеточном уровне. Таких продуктов у нас три – это Экстра, это Блэнд и это Сплэш. И основой этих продуктов является Сибэкспи-комплекс. Пару слов скажу о Сибэкспи-комплексе. Эта формула создана по запросу президента нашей компании Дмитрия Петровича Лоевского. Собраны воедино три компонента – полипринолы, клеточный сок пихты и комплекс CGNC или хлорофилкаротиновая паста, или в простонародье это вообще называется хвойная паста. Вот эта хвойная паста выступила тем связующим компонентом, который позволил соединить в одно целое масляную фракцию полипринольную и водную фракцию клеточного сока пихты. И мы получили напиток, можно говорить об Экстре, который легко пьется, его консистенция удобная, то есть она не выпадает в масло, она не выпадает в какой-то осадок, ее не надо взбалтывать, чтобы перемешать расслоившиеся масляные и водные слои. И это просто вкусно. Эта формула Сибэкспи-комплекса запатентована. Это значит, что у нашей компании уникальные права по производству Сибэкспи-комплекса и, соответственно, тех продуктов, которые на его основе сделаны. Никто на рынке, ни один из производителей не имеет прав для повторения нашего Сибэкспи-комплекса. В этом уникальность наших продуктов. Когда мне люди говорят, что на рынке полно всяких хвойных продуктов и тех же вытяжек, и хвойного сока какого-то, тоже клеточный сок пихты, их не надо путать ни в коем случае с нашим продуктом, с нашим Сибэкспи-комплексом. Потому что в Сибэкспи-комплексе применены полипринолы частотой 85%. Это самая высокая частота для пищевого продукта. Наши продукты регистрированы и сертифицированы как пищевые продукты. Они не базы и они не лекарства. Там другие требования и вот эта сертификация пищевыми продуктами наших продуктов позволяет их употреблять абсолютно всем. У нас нет противопоказаний, кроме индивидуальной переносимости, но так не переносимости, но так пишут везде и всегда, дабы подстраховаться чисто юридически. Итак, Сибэкспи-комплекс, три компонента. Это самый старший из этих компонентов. Я немножко буквально остановлюсь на них для того, чтобы понять, за счет чего происходит такое мощное воздействие на наш организм, наших продуктов. Значит, хвойная паста – это самый старший компонент. Разрабатывался с 30-х годов прошлого столетия. Во время Великой Отечественной войны получил очень широкие клинические испытания ввиду тех условий, которые были тогда во время войны. В блокадном Ленинграде очень широко использовалась эта хвойная паста. Ее размешивали водичкой по их детей, как витаминный концентрат. Ею обрабатывали раны, замечали ее регенерирующие, восстанавливающие раны, заживляющие бактерицидные свойства. И впоследствии применяли и в сельском хозяйстве, и в животноводстве, и, соответственно, делали различные добавки в виде косметической промышленности, парфюмерной и так далее. То есть там были и мыло с добавлением хвойного этого, этой пасты, и соли для ванн, чего только не было. Потом жизнь менялась. Но в 60-х годах еще начались разработки по добыче из хвои клеточного сока кихтей, потому что ученок очень сильно волновали те свойства хвои и вообще хвойных лесов, когда в хвойных лесах не днили. То есть именно из-за тех свойств, которыми обладают компоненты хвои в хвойных лесах не днили. И зеленые волки находятся на деревьях и зимой, и летом, и температурный режим, который они выдерживают живыми, здоровыми, от минус 50 до плюс 50, там это еще все варьируется чуть больше, чуть меньше. Так вот, изучая эти свойства, ученые научились добывать из хвои, ну, в буквальном смысле слова «добывать», потому что технологии создавались. Это очень сложные технологии, углекислотные экстракции, когда клетка в определенных условиях буквально взрывается, и все содержимое из клетки в неизмененном состоянии, вот как раз в клеточном соке кихты содержится. Были клинические исследования, которые позволили наблюдать действия клеточного сока кихты на дошкольных учреждениях на детях, в школах, и было замечено, что при приеме клеточного сока кихты до 56% сокращается заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями. То есть идет прямое действие на укрепление иммунитета, с одной стороны. С другой стороны, дети становятся менее подвержены всяким настроенческим перепадам, психологическим каким-то эмоциям, то есть они более такие адекватные, уравновешенные, могут учиться легче. Также действуют на память, на концентрацию внимания, на мышление. И в 80-х годах прошлого столетия начались изучения самого ценного компонента в Сиберспи-комплексе – это полипринолы. Полипринолы – это удивительные природные компоненты, которые позволяют нашему организму латать буквально слабые места своих, тех клеток, где идет дегенеративный процесс, где идет изменение структуры клетки. Потому что вот эти природные, растительные, вернее, полипринолы, они на 99% схожи с такими же компонентами, которые участвуют в строении мембран наших человеческих клеток, и те называются болихолоны. Так вот, одной молекулярной связью они отличаются. И когда мы растительные полипринолы получаем в пищу, мы, вернее, наш организм ферментативным образом достраивает этой молекулярной связи полипринолы, и получаются наши разные человеческие белихолоны. И они используются именно в слабом месте. Мы не можем знать, куда организм в первую очередь направит, но наш организм умный, он найдет то слабое место и начнет использовать сначала для залатывания дырочек, а потом для вообще восстановления всего состояния организма. Значит, СИБЭКСПИ-комплекс, основные его действия. Не будем сейчас концентрироваться на продукте конкретном. Именно СИБЭКСПИ-комплекс в составе любого продукта, он оказывает следующее действие. Прежде всего восстанавливается клеточная структура. Налаживается процесс выработки энергии и накопления этой энергии в клетках. Это так называемая метахондриальная функция, которая очень важна для нашего энергообмена. СИБЭКСПИ-комплекс активизирует энергообмен. Люди, которые начинают пить тайгу, замечают, что они перестают мерзнуть. Если раньше человек был мерзляком, то в какой-то момент употребления тайги он замечает, что у него этого больше нет, что он начинает чувствовать себя адекватно в любом температурном режиме. Усиливается клеточное дыхание. За счет высокого содержания хилатного железа СИБЭКСПИ-комплекс, конкретно вот это хилатное железо, проносит очень большое количество кислорода в клетки. Клетки, страдающие от гипоксии, от нехватки кислорода, особенно для жителей города, это очень важное действие, которое оказывает СИБЭКСПИ-комплекс на нас. Также СИБЭКСПИ-комплекс борется с оксидативным стрессом. Это тот окислительный стресс, который является источником множества различных изменений в организме и заболеваний. Препятствует возрастным изменениям организма. Все зависит от того, какое количество времени вы употребляете наши продукты. Если вы пьете до трех месяцев, вы получаете как раз первые действия в виде улучшения сна, улучшения энергообмена, повышения энергосостояния вашего, вашей ресурсности, улучшения психоэмоционального состояния, и начинаете дальше впоследствии до шести месяцев замечать, что потихоньку-потихоньку начинаете избавляться от эффекта хронических вещей. У кого-то это был хронический геморит, у кого-то хронический айтид, у кого-то где-то болело всегда в правом подреберье, и до шести месяцев происходит вот такой восстановительный эффект. Если вы продолжаете употреблять наши продукты выше шести месяцев, вы получаете эффект антиэйдж. Поскольку это продукты питания, вы их можете пить курсами, вы их можете чередовать, вы их можете пить все вместе, независимо от срока приема, и получать, соответственно, свои эффекты. Теперь я хочу показать прямо, наверняка есть люди-новички, сегодня мы звали сюда стартовую школу всех, и тех, кто пойдет в новый марафон в том числе. Значит, а слагманом основной венейки является, спросите, пожалуйста, Тайга 8 Экстра. Это основной продукт. Вот из-за этого продукта я пришла в компанию и стала изучать Тайгу. Второй продукт. Это бленд. Вот он. Отличается от Экстра тем, что сюда добавлены соки шести таежных ядов. Три таких пакета на месяц, либо одна бутылочка на месяц. Хотите, пейте вместе, хотите, пейте, брось, хотите, чередуйте. Все зависит только от вашего желания. Значит, Экстра обладает повышенными восстанавливающими свойствами и способствует активизации всех систем организма. Проверено на себе лично. Человек входит при длительном приеме Экстры, входит в такое ресурсное состояние, ну, не сказать сверхчеловека, но вот реально я себя в свои 50 ощущаю на 35. Физически. Я помню состояние свое 5 лет назад, когда начинала побаливать поясница постоянно, когда крутили руки, ноги. И вот этот продукт увел от всех этих состояний, и сейчас абсолютно нет никакого ощущения того, что ты стареешь. Ты также молод. Бленд отличается, значит, содержанием соков шести таежных ягод. Это жимолость, черника, облепиха, клюква, голубика и брусника. Каждая из этих ягод отдельное дает воздействие на организм. Например, жимолость укрепляет иммунитет, очищает организм от шлаков и токсинов. Черника защищает от действия свободных радикалов, улучшает зрение и память. Облепиха борется со стрессами, переутомлением и плохим настроением. Клюква тонизирует, повышает умственную и физическую активность. Брусника укрепляет сосуды и восстанавливает обмен веществ. И голубика замедляет процесс старения клеток, способствует регенерации кожи. И в совокупности еще с Сибэкспекомплексом, который точечно делает то же самое, получается такой эффект энергии, и бленд очень мощно дает вот этот вот энергооптимизирующий эффект с укреплением иммунитета выраженным. Говорят, что если вы заболеваете, выпейте в день пакет бленда, но имеется в виду вирусными или простудными заболеваниями, и вы не заболеете. Либо даже если у вас ослабленный иммунитет, и вы заболеете, то эта болезнь продлится недолго, буквально день-два. И самое главное, что в этих всех болячках, что вы не уйдете в какие-то хронические осложнения. Третий продукт основной линейки – это Т8 Сплэш, который всегда с собой, который под рукой. Это палочка-вручалочка. Это первый полезный природный энергетик. Наряду с Тибэкспи-комплексом, где в его составе есть корень женьшеня, мелиса и лимонник. Эти три продукта также действуют на организм бодряще. Единственная рекомендация – не пользоваться людям или пользоваться с осторожностью, у кого гипертония, потому что повышается немножко состояние, реальное давление может повышаться из-за женьшени. Но если вы себя приучите пользоваться им маленькими зазировками, один шик, когда у вас нет вот этого скачка, то, соответственно, вы сможете себя поддержать именно в том состоянии, когда у вас просто нет силы, вам нужно быть в ресурсе. Иногда молодые люди путают наш сплэш с какими-то синтетическими энергетиками, которые сейчас продаются в магазинах, с тем же Рэсбулом и так далее. Там целая куча названий. Дело в том, что все энергетики выкачивают энергию из клеток. Наш сплэш позволяет клетке, наоборот, заряжаться этой энергией, и за счет этого получается прилив бодрости. 2-3 пшека и 2-3 часа у вас есть нормального ресурсного состояния. У вас не появится галлюцинация, у вас не вырастет третья нога, вы не начнете летать, но вы будете в ресурсном рабочем состоянии, даже если 5 минут назад вы засыпали. Это что касается основной линейки продуктов. В конце выступления я буду готова ответить на ваши вопросы, поэтому если у вас есть какие-то вопросы именно по продуктам, может быть, каким-то эффектам, я в конце спущусь сюда, посмотрю, отвечу на вопросы. Второе направление продуктовой вот этой нашей основной линейки это Full XP-комплекс, это продукты для очищения организма. Это детокс, это стоун, вот такая штучка, и наше ТЭО, я покажу один стикер, чтобы не пикать сюда большую коробку, в коробке 42 таких пакетика. Чем больше я изучаю наш стоун, тем больше я в него влюбляюсь. Основа Full XP-комплекса это гуминовые гематомилановые пульвовые кислоты, которые добываются из гуминовых фланцев и современными, очень серьезными технологиями очищается, извлекается из этих гуминовых фланцев как раз набор этих кислот. Также добавлен в состав, вернее, добавлен в состав серебро пионное. В комплексе этот продукт питает наши клетки комплексом микроэлементов, витаминов, аминокислот, природой сбалансированными. То есть это органика, которая тысячелетиями разлагалась под действием окружающей среды, и гуминовые фланцы добываются на уровне залежей каменного угля и нефти, они там же где-то рядышком лежат, и, например, вот сырье для нашего стоуна добывается в конскаченском угольном разрезе на глубине 50-200 метров. То есть это продукт 100% натуральнее некуда. Значит, помимо питания клетки, из клетки выводится все ее ненужное, отработанное, продукты жизнедеятельности, накопленные токсины, яды, тяжелые металлы, все, что с пищей, с воздухом, с экологией попадает к нам в организм и седает в клетках. Если обычные детоксы рассчитаны на то, чтобы почистить ваш желудочно-кишечный тракт, грубо говоря, освободить от залежей кишечник, то основное действие стоуна – это как раз очищение на клеточном уровне, чтобы из клеток достать вот эти все ненужные нам вещи, которые, по сути, мешают клетке дышать, функционировать, заряжаться энергией правильно, как она это должна делать или как она это делает в молодом состоянии. К сожалению, экология у нас не из лучших, поэтому у всех есть определенные проблемы. Эффекты, какие оказывает прежде всего наш стоун? Это природный комплекс для насыщения клеток, оптимизация метаболизма на клеточном уровне. Метаболизм – это как раз скорость работы клетки, то, как она питается, как она дышит, как она заряжается энергией, как она выводит отработанный материал. И наверняка вы замечали, что когда человек молодой, у него скорость движения больше. Соответственно, и он как бы не питался, у него все это переваривается достаточно быстро, человек остается устроенным. С возрастом эти процессы замедляются, человек начинает стучнеть, он начинает медленнее ходить, оно все в совокупности влияет как раз на это состояние. Мы замечаем, что что-то с нами не так, мы начинаем стареть. Так вот, стоун позволяет метаболизм ускорить. И это еще точно так же важно не только для общих систем организма, но и для зрения, потому что и глаукома, и катаракта возникают, когда метаболизм клеток глазного яблока замедляется. Поэтому, употребляя стоун, мы оказываем на свой организм комплексное действие абсолютно на все органы, абсолютно на все клетки. Значит, стоун позволяет эффективно выводить токсины и очищает клетки организма, очень эффективно борется с патогенной микрофлорой и пораженными клетками. С патогенной микрофлоры у нас очень сильно хватает кишечники. Происходят нарушения ворсинок, состояния вот этих стен из кишечника. Возникает синдром дырявого кишечника. Наверняка вы сталкивались с этими всеми определениями. И вот стоун, те компоненты, которые есть в нем, соль и куминовый тислот, позволяют с этой патогенной микрофлорой бороться на раз. У людей, у которых есть нарушения, у которых есть вот с этими бактериями дисбаланс, буквально в течение месяца все приходит в норму при употреблении стоуна. Очень сильно наш стоун любят гастроэнтерологи. Очень сильно. Также происходит активная поддержка иммунитета и укрепление организма. Во время вирусных инфекций и сейчас вот очень много проходит информации о том, что коронавирус, что там заболели, там заболели. Понятно, что где-то перестраховываются. Особенно при поездках куда-то в новое место, где и питание, и пища другая. Берите с собой стоун, используйте стоун для профилактики как раз попадания в организм, вернее, для того, чтобы бороться с попаданием как раз вот этих всех чужеродных для нас микроорганизмов, вирусов, бактерий, всего чего угодно, из пищи, из воздуха туда. В этом плане стоун очень хорошо действует. Ну и также он влияет на усиление усвоения полезных веществ. То есть за счет улучшения метаболизма клетки, когда клетка начинает быстрее воспринимать все, что к ней приходится перерабатывать, соответственно, происходит лучшее усвоение полезных компонентов вещества. Ионное серебро обладает ярко выраженным, дезинфицирующим, бактерицидным и ранозаживляющим действием. Может быть, еще и отсюда идет вот эта вот работа в пищеварительной системе стоуна, когда маленькие какие-то ранки, поврежденные ворсинки, гуминовые кислоты как шубкой обволакивают, конкретно это делает, по-моему, кузовая кислота. Не буду врать, есть очень хороший вебинар Лилии Николаевны Шашковой, она является экспертом по столу, его можно найти на Ютубе, он там в записи лежит и внимательно его послушает. Она немножко такой чисто лектор, ученый, ее очень тяжело слушать, но если уловить ниточку, получается просто информация вау, поэтому ее можно пересмотреть, переслушать несколько раз и этой информацией пользоваться, ее использовать. Самое интересное из всех кислот, наверное, в стоуне, это кузовая кислота. Это единственная измеря кислота, которая не синтезируется искусственно, она только вот есть в природе. Ее молекула самая маленькая и при воздействии на микроэлементы она расщепляет их до ионного состояния. Соответственно, маленькая молекула куловой кислоты с нацепленными на себя ионами микроэлементов очень легко проходит внутрь клетки и отдавая туда полезные компоненты, она забирает все вот эти продукты жизнедеятельности. То есть она такой почтальон принесла, унесла, принесла, доставила, вывела, вывезла. И также она позволяет повышать электролитность клетки. То есть митохондрии вырабатывают больше АТФ и соответственно уровень электролитности, то есть уровень заряда электрического клетки увеличивается. Это делает очень мощное онкопротекторное свойство, оказывает, вернее, очень мощное онкопротекторное свойство, потому что клетки с большим электрическим зарядом менее подвержены каким-то онкоизменениям, они не перерождаются. Вот если наблюдается митохондриальная дисфункция, если клетка слабенькая, она как раз подвержена перерождению в раковую. И как раз эффекты 100 становятся более сильными благодаря ионному серебру, которое есть в составе. Ну и также ионное серебро помогает повысить защитные силы организма, легче справляться с простудными заболеваниями, повышается работоспособность у человека. У меня, поскольку я такой чувствительный человек, я каждый продукт новый на себе всегда первое вот это вот яркое ощущение, я его фиксирую. Так вот, когда первый раз я выпила стоуна, я заметила, что у меня очень сильно было такое приподнятое настроение, мне хотелось так вот двигать и плясать, вот просто так, ни с того, ни с чего. Это было первое действие стоуна. Потом, естественно, это было легкое очищение, те люди, которые начинают пить стоуна, с этим сталкиваются, и через какое-то время ты просто начинаешь хотеть пить больше воды. Очень важно это ощущение жажды не путать с голодом и не заедать его. Тогда вы научитесь слушать себя, когда вам хочется или когда вам нужно попить. Обязательно нужно увеличивать количество воды, ну, естественно, не насильно, а вот прислушиваясь к себе, когда вы пьете стоуна, либо когда вы пьете тео, потому что любой детокс легче проходит для организма при большом поступлении именно чистой воды в организм. Дело в том, что вот эти все токсины, тяжелые вещи, которые находятся в клетках, когда они начинают выводиться, если воды недостаточно, они попадают в кровоток, застревая там на длительное время, и организм может воспринять это как интоксикацию, могут наблюдаться какие-то высыпания, хотя стоун абсолютно гипоаллергенен. Там нет никаких компонентов, которые бы вызывали аллергию у человека. Это что касается стоуна. Вторым продуктом является тео. Прежде всего, тео – это комплексный подход к потере лишних килограмм, то есть это решение теоремы лишнего веса. Тео контролирует аппетит, выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает настроение, позволяет получать удовольствие от физических нагрузок. Всегда люди, когда начинают бороться с лишним весом, они сталкиваются либо с диетой, либо с голоданием определенным. Так вот, Т8-тео позволяет, не меняя своего режима питания, графика питания, просто подключая его два-три раза в день к пищу, решать вопросы лишнего веса. Ну, естественно, вы рано или поздно придете к тому, что у вас уменьшится аппетит, вам не захочется вечером пойти открыть холодильник, это все будет накопительным таким эффектом действия тео происходить, и на нем происходит потеря лишних килограммов. Но у тео есть еще и второй момент, который с одной стороны не связан с похудением, с другой стороны связан. Дело в том, что тео за счет набора его компонентов природных позволяет улучшать работу желудочно-кишечного тракта, систем вот этого желудочно-кишечного тракта, систем пищеварительной системы, органов пищеварительной системы. у нас у всех мы сталкиваемся с тем, что у нас режим питания нарушен, особенно у работающих людей, особенно у людей, у которых ненормированный рабочий день, ранний завтрак, поздний ужин, в течение дня кейс-перекусы, полноценного обеда нет. Так вот, прием тео один раз в день позволяет нормализовать работу всех органов желудочно-кишечного тракта. И за счет тех компонентов, которые в нем есть, в нем очень много клетчатки, она является питанием для нашей микробиоты. Вы все знаете, что в человеческом организме, в кишечнике, находится несколько килограмм полезных бактерий. И вот от состава этого микробиома, этих бактерий, зависит работа всей пищеварительной системы. Если вы любите сладкое, задумайтесь, из-за чего вы его любите. Его любите не вы, его любит та микробиота, которая живет в вашем кишечнике. И если эту микробиоту заменить на правильную, то вам не захочется столько сладкого. Вы не будете получать удовольствие от него, вы будете понимать, что вы едите вот именно жутко сладкую вещь, которая по сути невкусная, если у вас будет правильный микробиот в кишечнике. И вот как раз компоненты СЭО является питанием для той полезной, правильной микробиоты, для тех бактерий, которые позволяют организму быть здоровым. Немножко, наверное, я расскажу о том, как пить продукты наши. Очень часто, особенно в нашем чате в Телеграм вопросов и отзывов, задают вопросы, как пить, как принимать, можно ли смешивать вместе, до еды, после еды? Ну, во-первых, в каждом продукте есть небольшая аннотация по приему, как принимать. Экстра пьется, вернее, как, независимо от еды, там нигде, ни в каком из продуктов нет до еды, после еды. Единственное касается ТЭО. Если вы хотите похудеть, то вы пьете за полчаса до приема пищи. Завтрак лучше оставлять полноценным, без ТЭО. А вот обед, ужин и, может быть, на ночь, если вы три раза в день начинаете пить ТЭО, пожалуйста, принимайте за полчаса до еды. Здесь идет такой двойной эффект, потому что, когда вы выпиваете ТЭО за полчаса, те пищевые волокна, которые в нем содержатся, они разбухают и занимают место в желудке. У вас снижается аппетит, вы понимаете, организм понимает, что там уже место занято, и количество порции еды, съедаемой вами в этот прием пищи становится меньше. Все остальные продукты можете пить как угодно, но почти за три года наблюдений я хочу сказать, что экстра эффективнее действует натощак, поэтому мы пьем экстра натощак. Встали утречком, сразу в стаканке накапали, кто-то пьет сначала стакан чистой воды, потом полстакана еще добавляет, экстра выпивает, две трети пипетки или один миллилитр, кому как нравится. Кто-то пьет в меньшем количестве воды, кто-то пьет в большем количестве воды, опять же, это зависит от ваших предпочтений. Стоун эффективнее работает после еды, через какое-то время после еды, минут пять, десять, пятнадцать, час, это не важно, потому что молекулы стоуна так устроены, вот эти гуминовые пищеварения, что они по пути с собой захватывают еще и полезные компоненты из продуктов нашего пищеварения, то есть когда мы что-то съели, это все там переваривается, из него распадаются вот эти вот, извлекаются организмом полезные вещества, и стоун, захватывая их, еще улучшает их проникновение в клетку, то есть идет такое двойное дело. Если вы выпиваете натощак, то вы по сути принимаете только те компоненты и микроэлементы, которые есть уже в состоянии самого стоуна. Бленд, наверное, все-таки лучше пить после еды, либо с едой, потому что там много кислот, и для людей с повышенной кислотностью или с очень чувствительными стенками желудка, для того, чтобы их не разъедало, как раз вот с приемом пищи, либо после еды, пожалуйста, кто-то разводит, кто-то не разводит, это опять же личное дело каждого. Единственный момент, что наши продукты не любят горячей температуры, что экстра, что бленд, лучше комнатная температура, либо чуть-чуть тепленькая. В бленд очень вкусно добавлять мед на стакан воды или полстакана воды, там столовая ложка или 30 мл, смотря как вы пьете два раза в день вы пьете бленд или сразу рекомендованной деприровкой этот стаканчик с водой, туда попробуйте, добавьте полчайной ложки. Вкус обалденный. Особенно это касается тех людей или деток, которые не любят кислятину и морщатся, так вот с медом это все вопрос решается на ура. Сплэш, понятно, вы пользуетесь по ситуации, когда вам нужно, но сильно, наверное, не стоит имбл употреблять, чтобы вот как раз не спровоцировать у себя подъем артериального давления за счет нахождения в составе женщины. Хотя есть люди, которые от головной боли спасаются с флэшем и если есть какие-то ранки во рту, пшикают и даже когда горло заболевает, они просто не под язык пшикают, а прямо туда в горло. Экстра очень хорошо работает, неразведенное на першение в горле. Прямо туда себе закапываешь горло, ложишься спать, утром ты огурчик, никакого у тебя ни першения, ничего нет. Если в течение ночи тебя это не беспокоит. Так, про эти сказала, ну про Тео тоже сказала, либо один раз в день, либо два-три раза в день, если вы горетесь с лишним ветром. Можно ли продукты смешивать вместе? Хотите смешивайте, хотите не смешивайте, но вот, наверное, все-таки в стол я бы пила отдельно, скажем так. Экстра-бленд все можно, опять же, все зависит от того, как вы принимаете. Кто-то пьет два раза в день, кто-то один раз в день суточную дозировку, хотите в большую бутылку воды наводите себе сразу надолго и много, ходите, пейте, пожалуйста, здесь никаких запретов нет. Вот. Так, вопросов пока у нас нет. Или есть? Да, тут что-то есть. Сейчас я промотаю чуть-чуть. Вы много написали? Здесь уже отвечали. Ну, смотрите, далеко не все могут понять цены продукта, к ней надо прийти. Как бы вы с пеной урта не рассказывали о том, насколько наши продукты хорошие. Иногда люди это воспринимают как какие-то штучки, что ли, когда вот ты от души делишься, да, своим эффектом и просто видишь, что человеку этот продукт мог бы помочь, но если он не готов, вы его не поможете. Нельзя человеку помочь вообще в любом деле, помимо его воли, если он не захочет эту помощь принять. Поэтому Лилия Николаевна Шашкова Лилия Николаевна Шашкова на Ютьюбе рассказывает про сон. По рекомендациям. Значит, смотрите, на всех наших продуктах стоит рекомендация определенного возрастного начала приема, то есть экстра бленд трех лет. Но у нас очень много партнеров, клиентов, которые уже в своей практике на своих же детях начинали с более раннего возраста. Самое главное, чтобы у маленького ребенка не спровоцировать аллергию на ягоды. Иногда аллергия это такое изменение, я вообще считаю, что аллергия это не столько заболевание, сколько дань нашего времени экологии, и нахождение микрочастиц пластика практически во всем. Как правило, аллергии подвержены люди, которые имеют в своем обиходе очень много каких-то химических продуктов, либо очень много пьют чего-то с содержанием вот этих химических красителей, потому что аллергия это как бы переизбыток в организме, когда сам организм начинает вот так ярко бурно реагировать на какие-то компоненты. Поэтому здесь все очень так связано и говорить, что детям с какого возраста можно. Важно понимать, зачем ребенку давать стон, потому что вроде как бы ребенок, он еще такой молодой организм, чистенький, если только насытить витаминами, но с этим хорошо справляется бленд на первых парах, здесь зависит от ситуации. Если у вас например, если у вас была длительная болезнь или лечение антибиотиками и понятно, что в организме накопились вот эти вот продукты и их надо вывести, тогда можно с более раннего возраста начинать, там по-моему стоит до 7 лет не рекомендуется. Соответственно, здесь все по ситуации, здесь нет какого-то такого жесткого требования. И опять же, то, что рекомендации, это значит с этого момента абсолютно точно уже производителем изучено, а то, что раньше, ну, нет информации, поэтому рекомендации соответственно нет. И вы уже здесь вправе сами принимать решения, пробовать какие-то вещи, опять же, понимать нужно зачем и для чего. Так. Ну, вот, да, здесь, видите, уже поделились всеми. Калорийность ТОТЭО можно посмотреть, я в это дело сильно не готовилась рассказывать. Да, вот, еще раз говорю, что кто-то пьет, как рекомендовано, кто-то для себя выбирает. Единственное, может быть, из рекомендаций хочу сказать, что если человек в возрасте и у него уже достаточно есть багаж каких-то изменений хронических заболеваний, начинайте с более мелких дозировок, буквально несколько капель, посмотреть, как пойдет ответ в организме. Это именно для того, чтобы не было бурной, яркой реакции, когда организм просто сходит с ума от того количества полезных веществ, которые он получает, а до этого он жил в жутком дефиците. Например, у некоторых людей при приеме экстре первой, вот, первые разы наблюдается головокружение, потому что у них была жуткая гипоксия головного мозга, тут пошел приток кислорода и человек просто немножко не справляется, поэтому вначале можно меньшими дозировками. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.